Нам в этом году надо ехать за глиной, вот свой карьер посмотрели, вот там мы не копали два года, наверное, не знаю, мы даже не могли вот то, что два года назад ездили найти, куда вы ездили, я не понимаю, почему-то вот это настолько там зарастает. Это место у нас издавна, давно мы туда же ездим все время, и больше 30 лет уже туда ездим. А так мы хоть новую территорию, когда сделали трактор, загоняли, он нам снимал слой. Конечно, я тебе дам покопать, сейчас мы отмещаем. Глина у нас здесь много, из-за чего и гончаров было. На начало 20 века по Горгокольскому району насчитывалось 46 гончаров. Работа такая довольно тяжелая, и поэтому гончары были в основном мужчины, а тут же у них оставалась глина, которая уже непригодна для горшков, они лепили вот эти игрушки, а жены расписывали в свободное время. Вот эти игрушки сначала они делали для себя, для своих детей, но и часть выносили на ярмарку игрушки. Вот те же свистульки, они, получается, даже закликали, привлекали покупателей, ой, как свистит красиво. Вот даже мы на ярмарках тоже используем этот метод. Вот идут мимо, особенно когда с детьми идут, свистишь, и уже голову сразу, о, откуда это? Так вот и звучали эти свистульки глиняные, которые делали и продолжают делать мастера из города Каргополь в Архангельской области. Илья играл на птице Сирина, это такая сказочная птица из старинных легенд и сказок. Играл он, потому что мне это хуже получается, я не такой музыкальный человек. На самом деле этому промыслу несколько сотен лет. Сейчас эти игрушки покупают больше как сувениры, но спрос на них так высок, что летом мастера Центра народных ремесел города Каргополь с этим спросом не успевают. В советское время умение делать каргопольскую игрушку просто могло исчезнуть. Чудом это умение сохранили. О том, как это произошло и подробнее каргопольской игрушки, лучше меня расскажет Геренина в сегодняшней серии. Она народный мастер России, и она каргопольскую игрушку лепит большую часть своей жизни. Я Фарутина Ольга, мне 54 года. Я занимаюсь каргопольской длинной игрушкой уже 36 лет. На пенсию я даже не знаю, хочу ли я на пенсию, я даже не знаю, смогу ли я на пенсию, я даже не знаю. Почему не ухожу? Потому что игрушку надо сохранить, надо все равно. Я боюсь за ее судьбу. Ульяна Ивановна ее дотеплила за наши времена, а мастеров-то нет. Тамара Севафина 46 лет лепит, 46 она лепит. Ей уже 70 лет, она еще на пенсии не бывала. Мы хохочем, конечно, что у нас, наверное, судьба такая. Мы, наверное, так будем жить, не знаю. Мы, наверное, так будем жить, не знаю. Мы, наверное, так будем жить, не знаю. это велосипед не нравится. Хотя у меня еще в школе, полученной школе были поводительские права. Ну, как-то. А когда я еду в мае, в июне, тогда поют соловьи. У нас очень много стало соловьев. Вот в другой раз едешь, и я слышу, они поют до 13 соловьев, можно слушать. Они поют в это время. Их там еще, наверное, больше. Просто не каждый в это время поет. Вот один попел, другой, третий, четвертый. Вот так едешь, там соловьев. У каждого своя трель. В 93-м году, весной тоже, организовался центр «Юмесов-Берегиня». Вот этот. Как бы он стал уже муниципальным. Меня удивляет, что в 93-м году Каргопель, вот всю жизнь это он дотационный, вот умудрился 4 первые ставки бюджетных дать, выделить. Как бы выделить деньги вот на центре «Юмесов-Берегиня». Это сушилка до 100 градусов, там 750. Здесь досушено, потому что программа у нас здесь установлена, на этой печке. Мы умели уже не сделать сушилку. Мы работаем, сами обрабатываем свою зарплату. Мы не просто пришли, покрасовали, что же там полепили, что нам захотелось. Да, мы лепим то, что мы хотим, но в конце месяца нам нужно поставить план. Это как бы 2 недели лепим, 2 недели красим, тут между ними сушим, обжигаем и в конце месяца пишем наряд. Он должен быть не меньше, чем вот то, что нам нужно, там определенная сумма. Это десятки или сотни? Игрушек. Насмотря какие. Если мы делаем больше мелкой игрушки, то это будут сотни. Каргопольская игрушка. Карга приведет. А не так, как женщина. Я смотрю, что как будто детская игрушка каргопольская на аватарке. Женщина из Уфы. Потом читаю, а она там хвастается, что она продала маскачок Алкана каргопольскому, которую она сделала сама. Игрушек вот так вы можете держать. Правильно. Каргопольский, он в каргополе делается. Глину не покупаем. Глина наша местная. Сами копаем, сами выбираем, потому что в том же карьере, где мы глину берем, там же берут глину и печеньки. А у печеньков глина, наша глина им не нравится. В нашу надо очень много песка добавлять. Я хочу в машину. Почему? Степертирки и машины. Да, вот она уже на кусай. Вот она у нас такая, немножечко такими вот, такая структура у нее интересная. Кристаллами какими-то. Вот здесь вынимай вот эту траву из ведра. Пойдем. Рома – это у нас сын нашего бухгалтера. И у нас практически… Сейчас садики закрыты. Рома уже готовится, тем более в первый класс идти. В садик уже его не берут. И приходится брать маме его с собой. Мама работает с цифрами. Маме с мамой ему сидеть невозможно. Он такой говорун, а он такой почемучка. И раз. Так. И так. Лезет? Лезет. Не только Рома, у нас все дети наши, они вот так у нас и растут. Так. Вот если он… Не то, что вот моя дочка, она сидит около меня. Да, она может, если она захотела, ей интересная береста, она подходит к мастеру, там что-то она и показывает. А ты художественной школы аниме хочешь заниматься? Нет. Там все это у нас. Тут мама тоже работает. Недавно стала работать. Вот Вероника прекрасно лепит. Вы представляете, уже ушки и мордочка есть. И кто у тебя вышел? Кошечка. Кошечка. Вот у меня дочка, она училась во втором классе уже, училась, она умудрилась, второй, третий класс, да, маленькая еще была совсем, она плела плетишки, вот эти вот на голову плетишки, обереги, и по ярмаркам, когда мы ездили, в командировки, или у нас на праздники. Я их продавала, денежки отдавала ей, она накопила денег, вы представляете, ей тогда привезли коробку киндерных яиц, киндера, коробку. У нее еще денежки остались, вот столько она заработала. Я вообще взрослая. Вероника быстро, да, Вероника молодец, у нее ручки хорошие, она уже, у нее талант уже. Есть дети, которые, вот, учишь, учишь, думаешь, ну, этот, вот, я раньше начинала заниматься, и вот кажется, что вот этот молодец, а у этого никогда не получится. Но вот проходит год, он ходит, ему нравится, и я никогда детей не говорю, что иди отсюда, ничего у тебя не получится, да. Вот он лепит год, лепит два, и вдруг он приходит после каникул, например, летних, и у него совсем как будто другие руки, вот совсем другие. Это, видимо, у детей опыт приходит, вот, жизненный опыт. У них богаче становится, и руки совсем другие становятся. Ни одной мазьюки нет. Молодец, это сегодня. Ну, там мазьюка. Ну, вот, посмотри-ка, правда, как хорошо покрасил. Нету промазни, как это было, и ничего не запачкало. Почти ничего. Где? А где запачкало? Там немножко на локте, на рукаве. Понятно. На руке. Может, и не ты, может, у меня тоже запачкало. Центр ремесел у нас занимается, производством не только игрушки. У нас есть, если четыре мастера по игрушке у нас есть, по-каркопольски, то другие ремесла, там, береста, скутное шитье, ткачество, роспись по дереву, а игрушка у нас основная. Это значит, что мы производство у нас есть, продажа, потом у нас есть выставочная деятельность, мастер-классы, экскурсии, вот эти вот мы проводим по центру ремесел. И вот тоже методическая работа у нас идет тоже по обучению тех же детей, у нас методисты работают и с населением, и с туристами. Печка очень интересная, это доставить, в кузовичка вставляется. Чем отличается каркопольская игрушка от, например, дынковской, от любой другой, известной, чем вашей? Ну, она чисто визуально отличается сильно. У них она больше, более яркая, во-первых, более такая, она городская. В основном у нас крестьянская игрушка, она у нас, они много работают, такая игрушка. Все, всю жизнь ели из глиняной посуды, готовили в ней, и уже когда появилась алюминиевая кастрюлька, миска, крошка, долговечная, да, они же долговечные. И тогда гончарам стало нечего делать, стало не прокормить свои семьи, им пришлось, им пришлось вступать в колхозы, как и остальным, им пришлось уходить, уезжать куда-то на производство. Вот в 50-е, в 60-е годы у нас лепила одна Ульяна Ивановна Бабкина. Одна единственная женщина. Она, да, женщина. Она в колхоз не вступила, так как ее печальная судьба. У нее был свой жених, Михаил Редькин. Он ушел на Первую мировую войну. С войны он вернулся, но так получилось, что он на войне заболел с охоткой, туберкулезом. И уже сватался в Кулияне, приходил к отцу, но тот не позволил. Вот уже раз болеешь, заразу в дом не пустил. Получилось так, что она нянчила детей, чужих ходила по деревням и лепила игрушки. Это была необходимость ей лепить игрушки. Ей назначили пенсию в 8 рублей. 8 рублей, там другие, может, 50 получали, а она 8. обсчитывали, что она могла купить на это только чай и сахар. Все, больше ничего. Поэтому она приходила в определенные дни в Каргополь, торговала своей игрушкой, у нее было место около кольни, и уже кто хотел игрушку, знает, что купить нужно, то приходили в определенный день к ней за игрушкой. «Рассказывай, санок, что видишь? Вау, это тройка. Нет, это саночки. Санки? Да. А кто в саночках? Кто в саночках? Это как он? Кавалер да барышня, да? Угу. Сидят санча. Видишь, косой барышня, а тут кавалер. Видишь? Угу. А вот тут береги. Как нам говорят музейные работники, искусствоведы, игрушка возникла очень давно, и до нас дошло несколько этих еще языческих образов, которые участвовали в обрядах, какие-то обереги. Это берегиня, богиня-мать Сыра-Земля. Есть еще макошь, богиня-макошь, которая покровительствовала ремеслам женским. Вот двуголовый коник, на котором крестьяне верили, что он за горизонт выходит, солнышко на нем посветит, а вечером спать уходит, как смена дня и ночи получается. Потом птица сирена, вот я не знаю, птица счастья у нас, она тоже осталась очень давно. Если, говорят, дома не свести, то такая, говорят, счастье в дом засвистывает. И полкан. Пол коня, пол человека, пол кон. Сила коня, ум человека. Это как крепкий крестьянин, трудяга, работяга, сросшийся с конем. Раньше не было ни трактора, ни машины. Вот это была такая вот помощник. игрушка, не скульптура, которую часами лепили, это игрушка, которую делали, вот когда посуду делают, остаются такие сырые кусочки глины, которые уже, чтобы лепить снова посуду, ее надо переработать снова. и из них вот потом немножечко подождут, потяпают и слепят игрушку. Ее просто из остатков, из кусочков вот этих глины и получается, что она такая была, самая примитивная. У нас нет там каких-то нос перед ним, есть ли, это раздела маленький. Получается, что не надо там над ней долго думать, у нее только намечено тут грудь, тут руки, тут голова, такого сильно ничего не вылеплено. Мы даже теперь еще больше делаем детали, чем раньше делали. Другой раз нас и поругают за это. А нас уже научили тоже переделываться очень сложно. Когда на выставку сидишь и думаешь, как тебе надо сделать, чтобы было более-менее совсем правильно. Первые уроки мне в лепке давала моя тетя Гонанова Светлана Михайловна. Я ходила на кружок Дом пионеров. Даже был заработан у нас диплом. Мы отправляли на выставку игрушки. Нам дали какой-то там диплом. Я не знаю, что это был за диплом. Его Свет сказала, все, тебе вручат диплом. Но пока решили приурочить какому-то там празднику пионерскому. В общем, да что-то приурочивали, что не вручили. До сих пор. Потеряли. Ваш первый диплом? Мой первый диплом. Это настоящий рак. А работали еще и на питомнике. Думаю, и они-то говорят, Оля, ты будешь у нас тут инженером нашим, лесоводом. Ну, я так и собиралась, думаю, да, буду. Хотя мама у меня работала, лепила игрушки. Я ходила в мастерскую, но там мне казалось, что это для меня недосягаемая работа. они для меня как волшебницы сидели там. Я не отпустил Каргополь у меня из дома. Я поехала учиться и первый же месяц я приехала домой. Я чуть не умерла от своей щитовидки. Две недельки отдохнула, дома стены помогают. Мама сходила, поплакала он давно. Вот, и сходила туда, к мастеру старшему, и я пришла на работу еще с трясущимися руками. такая вся худая, как не знаю чего. Ну, постепенно вот как-то здоровье выровнялось тогда более-менее, наладилось, и я стала вот игрушкой. Ой, Каргополь это мое все, я никуда уехать не могу отсюда. Это ощущение. Ну, здесь все мое, здесь есть церковь, и не одна, где служили мои прадеды. Здесь сегодня тоже не могу. Здесь сохранились еще дома, где жили мои прадеды, тоже интересно. Елочки посажены моим дедушкам. Зимой я хожу пешком, вот, тоже иду, вот, мимо храма, мимо парков, где дедушка садил елочки. И вот когда вот ветки, они даже интересны, вот определенная погода, например, сырая, там, они наклоняются, там, мороз, они немножко поднимаются, вот, и другой раз идешь, и как будто тебя по головке погладят еще этими ветками. В этом году я подняла сучок такой интересный. Вот лежит, дьявол прошла, но ведь конь лежит, конь. Вот тоже думаю, надо же мне привет от дедушки. Такая вот палочка, и так наклоняются. Это конь. Это уже я хочу книжку делать по своей родословной. А так, ну, у нас, вот, например, вот здесь, в Олнецких и Пархиальных водовестях 1903-1904 года пишется про моего прапрадеда, как он начинал свой, когда он уже умер, наверное, в 1993 году. можно построить от любого человека родословного, вот напрямую, вот здесь, у нас сейчас уже больше тысячи, здесь было 757, я смотрела, это надо просто другой файл нам найти. В смысле, в вашей семье? Да. У нас, так, если взять маму, например, построить древо, у нее, вот эти, род священников идет по маме. Я считаю, что мы живем здесь, никуда не уехали, это, конечно, дает нам силу. Вот что вы там, дети мои уехали, не скажу, дочь там, она уехала, все хорошо, вот сыну пришлось уехать из дома, потому что нет работы. Вот поехал куда? Поехал на завод, приняли, после армии, что, поскитался, посмотрел, работы нет, нигде не оформляет, это все тоже, нет работы. Вы переживаете за это, Да, конечно, да ему-то тоже, ему нужно, ему хочется, чтобы он зарабатывал, чтобы у него был какой-то свой статус, какой-то поднять, что тут он ходит, какой-то, не знаю. Ну вот поехали, работают. Ну надо же, квартиру снимать, надо же, мало того, договорились, там с мальчишкой вдвоем живут с другом, но ведь эти коммунальные, неподъемные, я говорю, дома живем, мы платим только за свет и за газ. Эти маленькие виски, косвеные делали, все, делали вот так. Сейчас учится восьмая девочка, пока, пока не, вот некому работать, передать, из семи мастеров, вот она сейчас учится еще, а вот из тех семи, так получилось, что работали, вот так же и сложилось, что они не работают, ушли. Первая мастерица, первая ученица, первая Люба, она у меня уехала за любовью, вышла замуж, уехала в Питер, вот, сейчас уже подумает, может не вернуться? Ээ, ты что со мной, эээ, ты мне говоришь? Эээ, Эээ, развяжите? Как нарисую, на ушах хочу, я всегда считаю, что мы делаем важную работу, это, вот это сохранение игрушки, наша Кыргопольская, она получается, и надо ее более-менее правильно сохранять, правильно это надо сильно не отходить от традиции, она нужна, как память земли, мне кажется, вот эта вот память нашего рода, нашего вот этого всего, какое-то, вот такое. Вы рады, что у вас жизнь сложилась так, что вы занимаетесь игрушкой, а не леса? Рада. Сейчас, сейчас я рада, и я даже не представляю, как это могло быть по-другому. Я бы, может, никогда не занялась той же своей родословной, и не жила бы тут, вообще даже не знаю, и вообще жила бы. Редактор субтитров А.Семкин